всем привет меня зовут настя вы находитесь на канале посвященном вязанию и теплым вещам созданным своими руками я вас приветствую в очередном недельном миксе будем говорить о вязании о рукоделии обо всем что меня вдохновляет и я вам желаю дальнейшего приятного просмотра привет друзья сегодня воскресенье я к вам сразу с вихром вдохновения и множеством сразу готовых работ вязаных так случилось что у меня прямо действительно настолько нахлынуло вдохновение что я успела очень много сделать буквально за пару дней сегодня расскажу только о вязании иначе очень долго буду беседовать с вами хочу поделиться с вами готовыми работами конечно же примерка их всех обязательно будет во-первых мой цветной джемпер готов я довязала осталось мне совсем немножко закрыла петли постирала провела в этого все замечательно сидит хорошо думаю что еще небольшой отдельный сюжет будет расскажу что что было интересного и по посадке и так далее все все будет в отдельном эпизоде но связала немножко длинные рукава думаю что может быть еще постирать чуть-чуть их подсадить это мелинос который располз во все стороны и рукава получились прям очень длинные я такие не очень люблю я люблю укороченные рукава как всегда все закатываю и в остальном все хорошо веса изделия подпишу пряжу подпишу кому интересно в описании к видео обязательно все будет джемпер вязала по платному описанию японского дизайнера на английском языке это реглан с жаккардом первый раз такое вязала было довольно сложно так что подробности еще кое-какие будут обязательно расскажу после того как я закрыла петли последние у меня в пятнице еще оставалось время в этот момент мне так хотелось чего-то вязать но у меня супруг уснул в спальне и я не могла включить свет в своей мастерской поэтому занырнула в ближайшую корзину которая стояла в гостиной комнате и обнаружила там моточки на на фрагмент для пледа напомню что в начале января я связала вот такой вот фрагмент для пледа в виде домика это жаккард поворотными рядами и я вам сказала что я хотела бы связать целый плед и буду вязать один или два фрагмента в месяц чтобы получился плед такого нормального размера которому можно будет укрывать ноги мне нужно в некоторые месяцы вязать по два фрагмента ну и я решила что первым месяцем январе тоже пусть будет два домика и у меня получился вот такой вот чудеснейший мне кажется очень красивая расцветка нити пока не за правильный стены но он постиран что здесь за пряжи пряжи софт до него твит я нашла все все маленькие клубочки твида сложил их в красивую корзину и они теперь там будут жить и я периодически просто буду туда заныривать вытаскивать какие-то клубочки смотреть какой цвет лучше с каким смотрится и буду вязать домики и вот такого домик получился и связала я его буквально за два вечера даже за полтора очень красивый мне кажется он получился такой напоминает мне почему-то обложку к фильму гранд бог будапешт ну вот такой вот классный софт донни голд вид потом еще пряжа лэмпс вулл и белая пряжа в этот раз это носочная пряжа от шахенмайер кажется да по моему пасма которую я уже использовала не раз и у меня оставался клубочек я его пристроила так что вот такие вот два домика уже есть на плед по моему они очень жизнерадостные симпатичные и буду продолжать в феврале я наверняка успею связать один домик потому что февраль короткий месяц но январь начался очень и очень даже продуктивно вот такая вот готовая работа в кончике обязательно заправлена днях в перерыве между какими-нибудь домашними делами схем домиков я нашла на сайте пинтерест и оставлю вам ссылочку на папку где они у меня сохранены вообще похожие домики это описание пледа от дизайнера мужчины я подписана на него инстаграм сейчас не помню как его зовут и есть в бесплатном доступе схему я не верну что они именно таких же домиков но там много схем и если что если они будут повторяться можно просто цвета разные включать менять их местами будет тоже здорово так что два домика готовы и на этом я не остановилась когда я закончила вязать свой цветочный джемпер у меня оставалось пряжа пряжа секционного крошения которое называется дебаду фанис у меня оставалось больше 1 1 1 пасмы и так мне нравится эта расцветка так она мне понравилась что я решила попробовать из нее еще что-нибудь связать и решил что было бы здорово еще в весенний гардероб добавить вязаный желе толстый хороший такой и вчера сидя в очереди мы ездим сможем по делам я бродила по сайту равны в поисках описаний жилетов и нашла отличное описание базового толстенького жилета который вяжется на спицах номер 9 и 8 стала подбирать пряжу супер толстой пряжи на весенние изделия у меня не было поэтому я взяла моточек фанис дебаду фанис взяла все самое лучшее весело на самом деле взяла там взяла не взяла так что же такое ниточку не могу найти взяла кид мохер на шелке от река дизайн который называется эссеншелс это такой очень красивый старый розовый цвет я такой цвет вообще люблю и мне кажется что он довольно освежает меня подмотала вот так и еще взяла пряжу стопроцентную альпака из которой вязала недавно плечевое изделие в полоску такого белого цвета от вули рёдл baby альпака это стопроцентная пока альпака была самой толстой ниточкой и вот еще него был вот такой подмот что-то у меня осталось там совсем немножко пряжи я куда-то ее куда-то положила не вижу сейчас но вот это белая ниточка и вот я решила взять все это соединить попробовать связать образец на спицах номер 8 все получилось здорово и я решила вязать жилет в описании так как он очень и очень простой мне нужен был укороченный жилеты что вы думаете жилет тоже готов можно сказать что я его связала за день я его начала вязать вчера вечером и почти уже даже завершила мне оставалось сделать обработку проймы и горловины и сегодня утром я все доделала у меня получился вот такой вот шикарнейший жилет мне кажется что он очень-очень весенний и тактильно это невероятно приятное полотно я в нем соединила все самое самое лучшее стопроцентная альпака мохер на шелке и секционная пряжа которые тоже очень-очень нежная и мягкая изделие получилось немножечко пушистым отлично легли секции в нем я уже просто подряд все клубочки какие у меня были связывала и лег рисунок хорошо на жилете к такой рыбой но очень красивый мне кажется получился размер тоже замечательный я вязала первый размер по описанию и что здесь и здесь на самом деле все очень просто сначала вяжется жилет снизу вверх по кругу потом переходим к поворотному вязанию спи переда и спинки здесь по пройме делаются убавки и потом делаются убавки по горловине поднимаются петли на воротник на пройму все это вывязывается резинкой меньшим номером спиц в общем очень простое описание очень простой жилет но мне кажется что он будет очень у меня востребован гардеробе этой весной и тепло и приятно действительно уже скоро я надеюсь наступит погода когда необязательно нужно будет прикрывать все руки а в жилете будет тепло тем более что платье льняное по крайней мере это настолько тепло что я в нем вчера выходила в город без каких-либо подъюбников и мне было в нем тепло и решила что вот прекрасное будет сочетание вот этого вот таупового благородного цвета и такого сиренево-розового обязательно тоже пример вместе с платьем смотрится здорово можно добавить какую-нибудь акцентную красивую брошку весеннюю и все на душе весна хочется уже солнца и цветущих деревьев понимаю что есть страны и климатические зоны в которых весна придет не скоро но у нас она должна прийти согласно календарю обычно так и бывает и вот такие вот новости по вязанию очень довольны работать по поводу расходы пряжи у меня ушло практик практически два моточка альпака альпака пряжи это пэйби альпака метраж здесь 115 метров на 50 грамм то есть у меня что 100 грамм у меня не ушел один моточек 25 граммового мохера на шелке вот такой вот остаточек у меня есть я думаю что я вот это вот возьму опять присоединю к моточку свежу весеннюю резиночку очень же они мне полюбились я их действительно ношу и снова остаток от трех пасом получилось целое полноценное изделие плечевое жилет и вот еще столько осталось это от трех пас так что расход замечательный жилет очень понравился пробуйте миксовать разные пряжи у меня получился очень мне кажется удачный вариант если у вас есть какая-то секционный пряж с которой вы не знаете как поработать попробуйте и и смиксуйте с какой-нибудь однотонной махером и возможно получится тоже красиво но я тем что получилось очень довольна кстати говоря взяла и попробовала надеть свой жакет с коротким рукавом с этим платьем и тоже замечательно выглядит перед тем как начала вязать эту модель жилета даже думала может быть повторить вот этот жакетик в каких-то весенних цветах наводила порядок в пряже так вдохновилась очень много планов и вот это конечно вообще не стояла в планах на юнварь но так случилось что за день появился новый жилет чему я очень даже рада ну и я на этом на сегодня наверное уже закончил с вами разговор встретимся с вами завтра у меня в планах очень очень много всего интересного на этой неделе будут маленькие приятные процессы шитье вязание сегодня планирую начать еще один новый проект на спицах и уже завтра расскажу что же это будет но я вам желаю дальнейшего приятного просмотра увидимся с вами в понедельник давайте еще немножечко подробностей о моем цветочном джемпере вязала я его по платному англоязычному описанию автор описание японка и описание есть на английском она кажется на японском языке это реглан с жаккардом хочу сказать что автор сейчас разрабатывает такую же модель ну или по крайней мере очень похожий но с круглой кокеткой возможно круглую кокетку будет вязать немного легче здесь были трудности в том что было много схем которые нужно было просматривать в каждом ряду также не очень просто вывязывался росток там был жаккард были но много схем и будьте очень очень внимательны так изделие получилось очень легким невесомым как раз у меня получилось изделие на весну также у меня получились довольно длинные рукава пока я их укорачивать не буду посмотрю может быть они у меня так и приживутся ну или возможно посажу их получше после следующей влажной тепловой обработки вязала из двух пряж 1 пряжа белая обычно как раз контрастным цветом делают тоже цветы белые а фон делает какой-то более темный я же выбрала очень светлую цветовую гамму специально чтобы это было изделие именно на весну по поводу посадки я попала в плотность и у меня получилась именно такая же посадкой такие же пропорции как у автора это заниженная линия реглана учтите вот подмышка у меня находится где-то вот здесь вот здесь никак вы не сможете связать так чтобы у вас влез весь жаккард абсолютно точно нет то есть это заниженная сильно довольно сильно заниженная линия реглана тело дальше не такой длинной но вы конечно вольны вязать его длиннее если вам так нравится я люблю короткие изделия я люблю довольно короткие изделия мне в них удобно они хорошо на мне смотрятся если бы это было изделие подлиннее нам небо насмотрелась совершенно иначе ну вот видите рукава пока длинный возможно я их немножко укорочу по поводу посадки по спине у меня нет никаких волн у меня спина смотрится хорошо после горловины в укороченных рядах они заходили на переднюю часть вот здесь вот сначала была волна после этого все это ушло ну и я вязала жаккард с протяжками на 3 петли мне кажется что получилось хорошо в рукавах жаккард довольно яркий но мне кажется что это все равно выглядит очень по-весеннему мне все в нем нравится и посадка и вы сделали довольно комфортно находиться просто решила поделиться с вами своим мнением прямо в примерке может быть кому-нибудь информация будет полезной в комментариях под одним из моих постов instagram одна из моих зрительниц кстати говоря написала что можно было бы попробовать какую-то более популярную секционную пряжу и на сочную в том числе у этой пряжи метраж 309 360 метров на 100 грамм может быть подойдет и дунда к какая-то секционно окрашенная я не пробовала но почему бы мне не поставить эксперимент если вы найдете какую-то другую интересную секционную пряжу пишите какой использовали но и может быть подойдет для этих целей носочная пряжа ну или просто однотонная в версии у автора у нее до уровня где-то груди фон был одного цвета потом он поменялся на фон более темный или более светлый я честно говоря не помню на фотографиях это видно но у меня получился так можно кстати связать им и вообще более летнюю даже версию и рукава закончить сразу после жаккарды в районе локтей и будет тогда весенние такая футболочка почему бы нет на весну на лето если вы любите вязать из хлопка не знаю как справиться с хлопком жаккарде насколько там будут видны и развороты возможно будут но выглядело бы это тоже неплохо мне кажется и 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 привет друзья сегодня планирую шить полезный аксессуар для шитья и для проведения влажной тепловой обработки деталей во время шитья какой-то одежды и не только я вам уже показывала что в конце декабря у меня появилась появилась вот такая вот колодка для влажно-тепловой обработки шила мне ее в подарок мама она набита опилками это плотный хлопок с обеих сторон очень очень плотная очень удобно отглаживать детали при помощи этой колодочки и я решила сшить вторую для рукавов для отглаживания рукавов и швов нашла в интернете бесплатное описание как сделать выкройку сделал ее на очень простая и я купила мешок опилок в зоомагазине они у меня довольно крупные но я думаю что я их хорошо примену хорошо набью эту колодку и все будет хорошо она как называется и колодка и окорок много еще разных слов вы можете встретить но я вам оставлю ссылочку на ту инструкцию которую я нашла какие я использую ткани у меня шерсть вот такая вот тоненькая дальше у меня хлопок тонкие в качестве подкладки для того чтобы опилки не в не вываливались но я так понимаю что это для этого нужно и еще у меня снаружи будет красивые плотные интерьерная ткань это хлопок плотный очень красивый у меня был отрез и я решила что пущу небольшой кусочек уже в дело пусть у меня все эти аксессуары будут красивые вот так вот это выглядит сейчас я пойду это сшивать оставлю отверстие и буду набивать опилками использовать буду такую вороночку для набивки из скрученной бумаги скорее всего все очень просто когда посмотрите инструкцию поймете если вам вдруг нужен такой аксессуар советую сшить если вы много шьете если у вас нет готовых колодок их шить довольно просто ну и сейчас мы это проверим я пойду сейчас за швейную машинку заправлю ниточку подходящего цвета и буду шить и потом уже набивать надеюсь что у меня все получится результат вам обязательно покажу привет друзья сегодня понедельник понедельник день как всегда я дома занимаюсь домашними делами сегодня удалось много по рукоделию сделать но обо всем по порядку я в новом жилетике очень теплые вместе с моим льняным платьем очень согревающий наряд отлично в нем дома время проводить и вчера я начала вязать новое плечевое изделие я думаю что те кто подписан на меня давно наверняка помнят что у меня есть вот такой вот видовый джемпер очень простого фасона вязала я его два года назад из софт донегалт вида двойного вот такой вот красный свитер он очень очень мною любим в декабре я его ношу практически весь месяц сейчас я от красного цвета немного устала мне хочется розового весеннего и лишь чего-то пастельного и показывала вам что у меня появился софт донегалт вид двойной в цвете овсянка и я решила повторить эту же модель смотрела разное описание и о скандинавских авторах что-то интересное но ничего более классного чем вот эта модель я так и не нашла что же это за модель я вязала по расчетам из приложения волны расчеты делала и эта модель со спущенным плечом оверсайз средней длины с длинным рукавом что что за приложение такое это приложение которое можно установить на телефон и введя свои параметры и параметры образца рассчитать изделие на себя разные посадки мне очень нравится вот этот версайз и в этот раз это уже будет третий джемпер по этому по этим расчетам вот так вот выглядит спущенная линия плеча круглая горловина у меня здесь бирочка что это стопроцентная ирландская шерсть и я решила просто взять и повторить ее ввела заново все параметры и набрала петли вот такой вот вид цвета овсянки двойной это по моему 160 метров на 100 грамм и вижу я на спицах номер пять вяжется изделие снизу вверх джемпера по бокам есть полосочки платочной вязки я их не вывязываю но чтобы не запутаться в этих местах повесила для себя маркеры и вот за вчерашний вечер сколько я успела провязать практически это половина тела вижу по кругу спицы пятерочку очень удобно и у меня это спицы от нет про деревянные с железными кончиками у меня набор этих спиц очень удобный и вот на них я и начала вязать потому что надо совсем деревянных вязать очень неудобно ты вид я это уже поняла и приступила к процессу так вот пока все выглядит косо неровно и криво но мне очень требуется такое базовое изделие при этом могу сказать что изделие софт-донегалт вида двойного для меня одни из самых теплых одни из самых удобные их и самых базовых поэтому будет очередное базовое изделие в таком нейтральном цвете которая подойдет на все сезоны подробности еще буду рассказывать поэтому пока отложу в сторону и расскажу о том чем я занималась сегодня я записала небольшие сюжеты о двух проектах которые сегодня дело поэтому я расскажу вкратце я сегодня сшила колодку для проведения влажно-тепловой обработки во время шитья то есть это такая колодочка в котором например можно вставить рукав и отгладить все швы это конкретно для рукава обязательно заглядывайте в описании к видео там будут ссылки полезные на все на все описания на выкройки на мастер-классы в том числе будет ссылка на 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 статью о том как вот это вот сделать своими руками это колодка с опилками внутри с одной стороны у меня шерсть с другой стороны очень красивый интерьерный хлопок и штука правда необходимая у меня есть одна колодка другого размера другой конфигурации мне требовалось еще одна я сегодня благополучно решила получилось очень симпатично и лежит она теперь у меня в мастерской на столе красивый объект и даже прятать не нужно люблю когда все все элементы как-то радует глаз и это тоже очень радует поднимает настроение снова весенние цветочки но невозможно просто очень хочется каких-то других красок хочется других цветов розового захотелось сиреневого и счета такого очень девчачьего так что сшила полезный аксессуар ссылку на него смотрите и потом я уже вам рассказывал на прошлой неделе что я купила ежедневник и хотела сделать на него обложку пошла посмотреть какие-то мастер-класс или статьи как его сшить и наткнулась на очень простой мастер-класс на ютюбе и там предлагала сшить двусторонний чехол и поэтому мне сразу же пришла просто гениальная мысль в голову это что у меня получилось мне очень сильно понравилось работы конечно было немало потому что у меня здесь ювелирные такие всякие детальки и сделала я ежедневник который с одной стороны и с другой шестиугольниками на полосатом зеленом фоне ну а внутри ну или это может быть потом снаружи у меня буйство весенних красок в очередной раз сейчас я выверну изделие так как она двусторонним выворачивается все просто я это уже делал 50 раз пока снимала видео для инстаграма для ютюба все хорошо и другой стороны чехол выглядит вот так здесь кусочек ткани акуфактум у меня были квадратные отрезы красивого симпатичного хлопка и я сделала обложку с другой стороны в технике пейчерк и по моему получилось очень по весеннему очень нарядно так подружки уже который делал это в подарок прислала фотографии не удержалась самой очень понравилось не знаю может быть буду сапожником без сапог и себя такое не сделали но попробовать было интересно результатом довольно может быть когда-нибудь себе тоже такую сделаю обложку на какой-нибудь любимый ежедневник в котором я записываю какие-то идеи насчет видео небольшую информацию проектах почему бы и нет в общем такая красота получилась я снова поставил свою фирменную бирочку работаю очень довольна кто молодец я молодец как написали мне предыдущие видео да настя вы вообще-то не хвалите себя но вот в этот раз скажу я молодец я справилась с такими классными двумя проектами за один день и сейчас сейчас на самом деле не так поздно где-то начало четвертого и так как я весь день трудилась 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 у меня впереди еще приготовление ужина оладьев с яблоками муж очень попросил сделать я еще не выпила чашечку чая или кофе я решил что я вам запишу сюжет пока светло и сейчас плавно перемещусь на кухню буду там готовить и немножко отдыхать за просмотром сериала прошлом видео забыл вам рассказать про один сериал который мы посмотрели буквально недавно и которые его могу порекомендовать для тех кто любит детективные сериалы кто любит скандинавские сериалы с красивыми пейзажами сериал называется по-русски называется тром по-английски название пишется также но перевод и название кажется есть какой-то перевод это детектив на островах это по-моему исландия ли фарреры очень красивые пейзажи потрясающие съемки красивые домики а сколько там вязаных свитеров и джемперов и жаккардом ой просто есть на что посмотреть есть чем полюбоваться он не очень кровавый и жаккарды очень красивый практически каждый герой в сериале носит вязаный джемпер свитер или жилет причем таких очень спокойных цветах это черно-белый жаккард или зелено-серый но что-то очень простое но очень симпатично если заинтересовала в описании к видео обязательно ссылочку на сериал оставлю вот такие вот были новости на сегодняшний день хочется приземлиться уже на диван и ничего не делать но у меня еще очень много всяких домашних дел пойду и дело и увидимся с вами завтра завтра наверно покажу прогресс вязание вряд ли я успею еще что-то завтра в перерывах между монтажом и съемкой видео но посмотрим вдохновение нахлынуло хочется очень много всего делать у меня целый список в тетради на эту неделю я вряд ли все что написала но было бы конечно здорово посмотрим последим вместе что успею что нет но завтра с вами видимся еще поболтаем а а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 здесь вот болтается мне осталось буквально пару рядов до прибавок по линии спущенного плеча вот это остаток от первой пасмы в 200 грамм я ее почти уже вывязала на тело хватит мне или нет это пока остается под вопросом если мне не хватит я перейду на вязание из моей большой бобины там немножко другое другие крапинки у пряжи но я думаю что для манжетов и для ворота это в самый раз подойдет если что если вдруг мне не будет хватать сегодня нужно перемотать новую пасму в моточек и продолжить вязание так что 200 грамм уже здесь довольно тяжеленький ли но после стирки будет хорошо выглядеть сейчас такая даже я бы сказал что пряжи немножко грязного грязноватого такого цвета будет посветлее будет намного пушистее я надеюсь что петли все выровняются встанут на место но вообще именно этим и славится твит софт донегл тем что сильно преображается после стирки и надеюсь что так и будет пока немножко пошире изделия но если оно таким и останется я вообще не против это очень и очень классная посадка мне изделие очень нравится в носке и в таком цвете тоже будет здорово выглядеть так что сегодня перемотаю пасму сделаю прибавки по линии спущенного плеча и продолжу вязание в принципе быстро идет процесс но спица пятерка после трех с половиной жаккарда это намного намного быстрее идет хотя немножко скучновато я вчера много отвлекалась то на пинтересте что-нибудь посмотрю то просто на экраны телевизоров сериал более подробно смотрела но все равно работа двигается неплохо что еще хотела рассказать вчера я поступила к необычному проекту дело в том что как-то два года назад когда я заказывала квадратики для пещерка в китае я заказала первый раз сто штук я еще заказала там такие остатки от производства длинные ленты и их пришел целых килограмм я тогда конечно было в ужасе потому что мне пришлось немаленькую сумму заплатить за вес но эти эти полоски я много где использовала я сшила из них корзиночку мусорник для шитья и прекрасно до сих пор пользуюсь я сшила из этих полосок длинную игольницу которую я тоже постоянно пользуюсь и у меня оставалось буквально вот целая корзина вот этих вот обрезков и я тут наткнулась на идею в пинтересте и показаны там как плетутся котички из длинных отрезов ткани и потом все это сшивается зигзагом на швейной машине получается корзина причем она получается пестрая яркая хорошо держит форму и я решил что почему бы и не извести эти остатки тем более там остались какие-то не самые привлекательные цвета не самый привлекательный размер они вот иногда такие мохнатые и я приступил к соединению их в косички вот так вот ярко выглядят косички я пока не так уж и много сплела но я потратил на это наверное часа два с учетом того что я не только плела косы но и соединяла вот такие вот смотки по три цвета цвета ткани по три полоски и соединил меня здесь еще вот целая корзина мне предстоит соединить сплести кос столько и вот я уже сколько сплела мне кажется будет такая классная корзина для мастерской тоже что-то туда положить во первых она будет ярко я конечно не знаю как справиться с толщиной моя швейная машинка надеюсь что справится потому что иначе что иначе мне придется все это соединять крючком и пряжей не хотелось бы быстрее было бы на швейной машинке но получается так красиво прям так ярко мне не хватает вот просто как будто вы знаете у меня обитами нос по цвету мне нужны яркие краски я хочу ими окружать себя просто каждый день сейчас мне хочется и помаду яркую и все розовое сиреневое но не знаю видимо устала от зимы на улице серых муры никакой красоты там сейчас нет и хочется чтобы не только в дыше но и вещи какие-то яркие тебя окружали поэтому я потихоньку буду дальше плести свои косички ну это делается очень просто я прямо беру беру английскую булавку на нее можно сказать на низовую три полосочки присоединяю прямо вот краю корзины и от нее начинаю плести мне очень удобно и сегодня я наверное продолжу так развлекаться чуть-чуть попозже когда выгружу видео на канал и когда я закончил сегодня монтаж я решил что я наконец-то все-таки скрою юбку выкройку я сняла сколько-то уже дней назад по-моему на прошлой даже неделе я вам сказал что я ее сняла и мне нужен был настрой на то чтобы продолжить шить ниже колена не могу сказать что она макси она миди на пуговицах и со вкладками самый простой фасон написано что шьется элементарно по типа штапеля вот такие вот красивые майки мне кажется что отлично будет смотреться даже с чем-то вот таким вот базовым однотонным с цветными какими-то изделиями секционной пряжи такой вряд ли я буду носить поэтому вот небольшая нехватка однотонных изделий и я сейчас пополняю запасы таких вязаных изделий юбку сегодня шить я уже не буду я вполне уже у работалось на сегодняшний день поэтому сейчас я доделаю видео выгружу на канал присяду с корзиной детективом и буду плести косы вот такие вот у меня новости на сегодняшний день с вами до среды и Субтитры сделал DimaTorzok Привет, друзья! Сегодня среда, очередное кухонное включение. Просто поняла, что оставшееся до вечера время я проведу здесь и, пожалуй, тут и запишу эпизод. Тем более, вам как-то понравилось, когда я разговариваю с вами на кухне. У меня появился чудеснейший букет мимоз. Я сегодня специально проехалась до соседней станции метро посмотреть какие-нибудь весенние цветы. И увидела мимозу, конечно, не смогла пройти мимо. У нее такой невероятный аромат и такой мой любимый желтый цвет. Он мне всегда очень поднимает настроение. Я и одежду желтую люблю. Давайте поговорим о вязании. Я уже перешла на поворотные ряды и вяжу спинку. Отделила полотно переда и спинки. Вяжу пока просто поворотными рядами. Мне нужно еще провязать рядов 15 и буду уже делать окат плеча. И, по-моему, там не закрывается петля, а переснимается на вспомогательную нить. И потом все вместе закрывается шлом петля в петлю. Насколько я помню. Но, может быть, я не совсем и права. Ну, уже такое увесистое, довольно большое изделие. Пошел какой-то по счету клубочек пряжи. Уже даже не помню какой. Думаю, что мне не хватит 400 грамм. Что я, скорее всего, залезу в бобину именно на манжеты и на отделку горловины. Но ничего. Цвета там практически совпадают. Вот так вот растет потихоньку джемпер. Но он будет очень-очень базовый. Мама меня сегодня в разговоре спрашивала, вяжу ли я что-то. А я сказала, что, конечно же, я что-то вяжу. И удивилась, что у меня ни жаккард, ни какое-то секционное... Я вяжу не секционное окрашенное пряжи, а вот такое простое что-то. Но база всегда основа всего. И уже на базу можно наслаивать что-то и цветное, и яркое, и красивое. И украшения какие-то, и воротнички, и юбочки в цветочек, и так далее. Кстати, про юбочку в цветочек. Я сегодня немножко с ней поработала. Как только я понимаю, что работа непростая в шитье, я вообще никуда не тороплюсь. Я делаю маленькие подходы по несколько этапов. Сегодня, например, сделала складочки на юбке. Какие-то детали оверлочила. И на этом остановилась. Завтра с утра с новыми силами, я думаю, я продолжу работать. И посмотрим, сколько успею. Не уверена, что она будет прям завтра готова. Но кто знает. Может быть. Может быть у меня прям будут на это силы. Если будет все хорошо получаться, тогда, возможно, и будет готова юбка весенняя. Она из тоненькой вискозы пойдет не только на весну, но и на лето. Но я взяла полный курс на потепление. Я очень на него надеюсь. Сегодня 1 февраля. И идет обратный отсчет. Остался последний зимний месяц. Я надеюсь, что к концу февраля в Грузии придет весна. Вот такие вот дела по поводу утилизации полосок из ткани. Я вчера так довольно продуктивно поработала. Продуктивно поплела косы. Кос уже прям вот такая вот куча. Мне осталось, кажется, или 6, или 7 косичек сплести. У меня с одной стороны лежат вот такие вот скруточки из полосок. С другой уже готовые. Но потихоньку двигаюсь. Когда появляется время и пауза, я сажусь и начинаю плести эти косы. Ну и надеюсь, что что-нибудь хорошее из этого выйдет. Конечно же, я буду держать вас в курсе. Но мне кажется, что должна получиться неплохая корзина для мастерской. Я убью сразу двух зайцев. Во-первых, у меня появится новая корзина. Красивая, куда можно будет что-то сложить. Ну а вот в эту я сложу что-то другое. Сложу какие-нибудь ткани отдельно, которые мне могут понадобиться. И чтобы долго их не искать. Например, какой-нибудь наполнитель, клеевой флизелин и тому подобные вещи. Я их потом сюда, наверное, и сложу. Вот такие вот дела. Такие вот успехи у меня на сегодняшний день. Ну и увидимся с вами уже завтра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень-очень красиво. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кроме того, что я не пришила пуговицы Вчера вроде бы я нашла какие-то подходящие пуговицы Решила ставить небольшие Совсем незаметные Взяла роговые пуговицы С небольшого диаметра Но так как юбка не совсем короткая Она ниже колена Мне понадобилось 10 пуговиц А у меня их было 8 Поэтому я скорее всего в ближайшие дни Может быть даже завтра Потому что очень хочется закончить работу И куплю пуговицы Петли я уже обметала Это было непросто Но вот нужно действительно в некоторых моментах Набивать руку И повторять одно и то же Но по крайней мере это касается именно меня Поэтому скорее всего я еще буду шить такую юбку В ближайшее время Чтобы закрепить какие-то знания Те, которые я получила То, что я попробовала здесь сделать Нужно закрепить Вот так вот выглядит сейчас юбка Пояс у меня составной Я думаю это заметно Мне не хватило буквально на пояс На целое полотно пояса ткани Не подолевой И я его выкраивала из четырех частей Но я думаю, что ничего страшного Я все равно оголяться до пояса не буду сверху У меня скорее всего футболка Или что-то будет прикрывать пояс Потому что он у меня предполагается на талии Вот так вот выглядит юбка Все остальные работы я уже проделала Петли выметала на машине И осталось только купить и пришить пуговицы Какие-нибудь совершенно нейтральные Может быть даже черные Чтобы они были незаметные Юбка смогла вписаться в гардероб Но работы проделано было сегодня много Я делала как всегда паузы Как только я понимала, что я что-то не знаю как делать И у меня уже уходила сосредоточенность Я сразу переключалась на какие-то другие виды деятельности На то, чтобы поесть, например, или попить чай Ну а потом с новыми силами возвращалась к работе Юбка почти готова Дальше я вчера закончила плести свои косы Из лоскуточков ткани, из полосок И решила, что как только я закончила работу с юбкой Решила попробовать Возьмет ли толщину кос Моя швейная машинка Взяла яркую ниточку Катенька, моя подружка, привет Катя мне в прошлом году отдала целую коробку ниток Потому что она предпочитает покупать сразу 4 Точнее не 4, а 5 катушек одного цвета Чтобы использовать и в оверлок, и в швейную машинку Ну а все свои остатки ниточек, в том числе очень ярких Она мне передала Так вот, я взяла яркую, такую голубую, небесно-голубого цвета нитку Включила режим зигзага Довольно длинные стежки И начала простегивать свою будущую корзину Вот она получается пока вот так Мне кажется, это будет очень красиво Она у меня немножко как-то конусообразная снизу Но я думаю, что я ее как-нибудь посажу на место И вот здесь вот пока 3 косички Их у меня прям много, наверное, 20 Поэтому, скорее всего, получится большая корзина Красивая для каких-нибудь рукодельных нужд Очень довольна по крайней мере Пока у меня все получается Процесс медитативный, очень приятный Вот такие процессы я в шитье очень-очень сильно люблю Когда сел, и что-то сразу какой-то результат получился Но не во всем так бывает И ошибки можно делать, это нормально Я не пробую, например, шить на какой-то ткани носиться, например Потому что у меня его дома нет А все делаю сразу на чистовике И периодически это не так уж и просто все выходит Но я стараюсь Я очень хочу учиться чему-то новому Не хочу останавливаться не только в вязании, но и в шитье И впереди еще много чего интересного ждет меня Ну и тех, кто смотрит мои видео Вот такие вот новости на сегодняшний день Завтра уже пятница Сегодня мне не нужно ни готовить, ничего не делать Правда, сейчас уже, кажется, шестой час вечера Скоро придет муж с работы Поужинаем И я прямое завязание А сейчас, наверное, сделаю паузу Чтобы просто отвлечься Посмотреть какие-нибудь, может быть, видео на ютубе Я в течение дня Когда я занимаюсь чем-то серьезным для себя и важным Я не отвлекаюсь ни на что У меня не включен телефон Он лежит где-то, может быть, даже в другой комнате У меня не включен ноутбук Я не смотрю ни видео, ни фильмы Не слушаю музыку Просто наедине со своими мыслями работаю Вот, ну, у меня это, по крайней мере, так Мне фон не нужен Я сижу и делаю все, сосредоточившись на работе Все вам рассказала Увидимся с вами уже завтра Друзья, я только что пронесла домой букет мимоз И решила сделать фотографию для инстаграма Хотела показать, как вообще устроено это изнутри У меня очень яркий свет сейчас в спальне Поэтому я просто положила на кальку мимозу на полу на кухне Потому что мимоза окрашивается Я очень боялась, чтобы у меня не окрасился воротничок Положила всякие красивые винтажные штучки Винтажные кружева на катушечках старых деревянных И вот так вот потихоньку снимаю контент для инстаграма Но решила вам тоже показать, как это все происходит на самом деле лично у меня Как-то недавно я вам в покупках с Алиэкспресса показывала вот такую вот маленькую линейку Которая позволяет четко разметить припуски на швы И могу сказать, что я ей с удовольствием пользуюсь Мне она действительно помогает во время раскроя Например, я разложила деталь на ткани И мне нужно сделать отступ Предположим, полтора сантиметра Я делаю себе Я делаю это при помощи линейки Вот таким вот образом И потом провожу одну четкую линию Очень удобная И действительно, я ее очень даже рекомендую Если у вас такой нет, вы много шьете Штучка полезная Можно даже колечко повесить и повесить где-нибудь в зоне, где у вас мастерская Или свой уютный рукодельный уголочек Вот хотела вам напомнить о такой штучке полезной Которой я действительно постоянно пользуюсь Привет, друзья! Сегодня пятница, уже на самом деле первый час дня Я утром поехала по делам Монтировала часть видео, сидя в метро в наушниках Надеюсь, что там все нормально И давайте расскажу, как дела с вязанием Я вчера связала один рукав И даже уже обработала горловину Заправила все-все-все кончики Которые у меня были на данный момент Рукав, кстати говоря Вот, смотрите, сколько не хватило Я оставшийся клубочек цвета овсянки Размотала на два Прямо по весам И второй рукав будет тоже Вот до этого Одним цветом, потом другим Но не сильно отличается цвет Я буду считать, что так и задуманно И не обращать на это внимания Горловина тоже светлее Но так как пряжа пока не постирана Она, может быть, еще станет немножко светлее Осталось вывязать рукав и все Я думаю, что рукав я довяжу сегодня И постираю изделие Так хочется постирать Посмотреть, что же будет Но пряжи не хватило И как же здорово, что я купила бобину целую Хоть и не думала, что купила похожего цвета пряжи Но оказалось, что почти такого же Но и меня это очень-очень сильно выручило Иначе у меня был свитер с вот таким вот рукавом Ну что поделать Убавки в рукаве делала в каждом седьмом ряду До самого конца до манжета Манжет вывязала высокий Потому что думаю, что он подсядет И тогда будет в самый-самый раз Пока длина где-то вот так вот У рукава Но думаю, что он немножко подпрыгнет И будет нужной мне длины Изделия оверсайз Очень хорошей посадки Мне такая посадка была нужна Я этого и стремилась добиться Жду не дождусь, когда смогу изделия постирать Сегодня, пока я сделала по делам Помчалась заодно купить пуговицы на юбку Купила самые простые черные матовые пуговицы Чтобы они не привлекали на себя особо большого внимания Вот такие вот маленькие матовые пуговки Мне кажется, что они прям отлично подойдут И еще я вам показывала в прошлый раз Что купила две красивые перламутровые пуговицы И к ним в комплект купила Просто без рисунка Тоже перламутровые похожего размера И в каком-нибудь кардигане поставлю три Такие простые И две с таким ажуром Будет, мне кажется, красиво Ну и давайте быстренько подведем итоги недели Неделя на самом деле была настолько для меня интересной Я как будто побывала где-то в путешествии У меня так бывает часто Когда я что-то такое себе напридумываю Я прямо ухожу с головой Как будто улетаю куда-то на другую часть света И для меня это правда Как настоящее приятное приключение Путешествие я люблю ничуть не меньше, чем рукоделье Но вот было классное такое путешествие рукодельное В течение недели Связала очередной Связала очередной мотив для пледа Кончики вчера все заправила Пока разговаривала по видеосвязи с подругой Связала чудеснейший жилет Такой тактильно приятный Такой мягкий Я, кстати говоря, так его и не постирала Вот как надела, так и снимать его не хочется Но постираю его обязательно Я думаю, что никакие сюрпризы он мне не преподнесет Также закончила лизать цветочный джемпер Сделала красивую обложку на ежедневник Сшила колодку для проведения ВТО во время шитья Почти закончила шить юбку И почти закончила огромное плечевое изделие Можно подумать, что я не спала ночами Но на самом деле я была абсолютно в своем обычном графике Занималась всем тем же, чем и все предыдущие недели Просто как-то хорошо распределила время И все так замечательно получилось Я надеюсь, что вас это видео на что-нибудь вдохновило В описании к видео в этот раз будет очень много полезных ссылок Потому что, во-первых, я вязала изделие по бесплатному описанию жилет Во-вторых, будет схема жаккарда В-третьих, будет ссылка на приложение Вулми Ссылка на фильм Я для себя это все повторяю, потому что боюсь что-нибудь забыть По опыту этой недели могу сказать, что делайте то, что вам нравится Здесь и сейчас Если у вас лежат какие-то невероятные моточки пряжи На которые вы ходите Просто любуйте Любуйтесь, возьмите и задействуйте их в каком-нибудь красивом проекте Вот взяла и смиксовала очень много красивой пряжи И очень довольна результатом Благодарю вас за просмотр этого видео Я надеюсь, что оно вам понравилось Если это так, поставьте лайк Пишите комментарии Всегда с радостью там с вами пообщаюсь Ну и прощаюсь с вами до следующей недели До вторника Продолжим во вторник путешествие во времени Будем путешествовать в 50-е годы Надеюсь, что это будет все так же интересно для вас До новых встреч Пока-пока